Ребята, всем привет! Показываем вам наш ужин. Это авокадо, помидорки, рокола, кстати, уже она, по-моему, ее отжила, и огурец. Все это будем заправлять лимонным соком, оливковым маслом, невозможно, немножко соевого соуса. Также у нас отваривается куриное филе немножечко. На обед мы ели два отварных яйца, хлебец, маслины чуть-чуть, и все. И чайок. Настя кофе. Вот Настя опять хочет показать эти хлебцы. Да, они действительно очень вкусные, и я, когда их выбирала, не ошиблась. Это те, которые я ела в Украине. Они реально вкусные. Это бровя стоит евро восемьдесят девять. Двести грамм, да. Ну, в принципе, нормально. Бровя, я считаю. Они, их надолго хватает. Они такие, да. Конечно, для этих, для зубов не очень. Ну, мне нравится очень. Я их заменила хлебом. Ну, да. Я тоже. Я. Так, ребята, всем привет! Как давно мы с Аней не были на Ютубе. Сейчас Аня готовит нам ужин. Как, может, вы слышите, что она там ходит, она сюда готовит. У нас уже вторая неделя правильного питания. Также мы на этой неделе подключили тренировочку такую легенькую пока что. Плюс ходьба. Ходьба утром. Ну, не утром, днем. Днем мы считаем, можно так сказать, ходим на курсы. Я считаю это так. Плюс... Плюс упражнения ног, бока, спины, всего. Отжимания делали также. Короче, много чего сделали. Реально устала. Я даже сейчас не могу стоять, потому что физически... Ну, я не могу стоять. Мышцы были не подготовлены к тренировке. И эта неделя нам дается так. Немножко сложной, потому что все на куче. Но мы это не будем бросать. И в дальнейшем еще больше, больше, больше будет тренировок. Больше упражнений. Это пока что такое легенькое. 30 минут... Вру. 20 минут у нас это происходит. Пока то все-все сделаем эти упражнения. И теперь отдохнем. Вот. Я сейчас и нашла время вам рассказать, пока Аня готовит ужин. Что у нас вообще происходит. Что с курсами. Да и вообще в целом как мы. Неделя была тяжелая, ребята. Хочу вам так сказать. Сейчас у нас на курсах немножко уже сложновато. Можно так даже сказать. То, как с немецким мы не то, что не справляемся, мы не успеваем. У нас много разных тем. За день может тема меняться. И как бы учительница дает очень много знаний, на которые даже класс не может справиться. И в целом. А мы, которые были не подготовлены к немецкому языку и пришли на курсы, нам это сложнее дается. А там ребята, которые уже, знаете, проходили... Ну, проходили вообще курсы, но теперь заново пришли к нам на эти курсы также. И вот. Сегодня это вообще капец было. Хочу с вами поделиться. Это было именно со мной. Я не знаю, почему я такая счастливая. Но, видимо, учительница полюбила меня. Ну, мне так хочется сказать. Потому что, реально, этот взгляд, эта улыбка и это вечное слово. Настя, давай, отвечай мне на немецком. Давай поговори со мной и так далее. Ой, кстати, если бы не Кевин, то с заданиями домашними некоторыми мы бы не справились. Так что спасибо еще раз Кевину, потому что он единственный, который нам помогает разобраться с немецким языком. Реально, очень сложно, когда нет человека русскоговорящего. И вот, мы садимся, и он нам помогает с заданием домашним. Так что, Кевин, большое-большое спасибо. Что хотела я еще раз сказать. Сегодня были на курсах. Все было замечательно, спокойно. Домашние задания рассказали все. Всех она спрашивала домашние задания. Потом пошли на перерыв. Потом после перерыва пришли обратно в класс. И началась новая тема. Быстренько тему прошли. 5-10 минут. Хоп, задание. Тарам, тарам. Кто будет отвечать? Барабам, барабам. А я Настя Лайф будет отвечать. Я уже думала, может, она нас нашла уже. Поэтому она так злится. Ну, честно, не знаю. Короче, было задание. И я говорю Ане, смотри, сейчас легкие задания попадутся ребятам, которые уже, ну, реально, девочки и женщины, которые уже знают немецкий язык. Они понимают хотя бы перевод, о чем говорится. И они могут слова скласть и ответить, ну, речь. А мы, которые реально не понимаем, о чем там идет речь. И, как бы, к нам постоянно какие-то допросы. Ну, типа, дайте хотя бы время. Мы не можем так все сразу. Нас не понимают. Короче, было задание. Сегодня у Ани. Ну, Аня молодец, справилась. Там было... Не, ну, ты справилась. Молодец. Там одно только ты не сделала. Так ты все с... Там шесть или семь, да, было? Сколько? Семь? Семь. Семь, да. Этих... Все предложения было... Аня с семьи склала шесть правильных. Так что Аня умничка. Даже учительница похвалила. Да, молодец. Дальше. Следующее задание было, конечно же, мне. Очень сложное, на мой взгляд, то, как, может, кто-то, кто изучал немецкий язык, может, ходил на курсы. Я думаю, вам на курсах включали диалоги. Как это называется, Аня? Ну, включают текст, голосовой текст. Нужно быстренько все запомнить в голове, а потом быстро книжке отвечать. Ну, написать точнее. Там было задание такое. Например, три человека. У каждого человека была профессия, когда они пошли на работу, когда пришли с работы и так далее. Ну, я сейчас уже, допустим, не вспомню, но что-то такое было. Ой, и что ж. Первый диалог там про женщину. Что за работа, бла-бла-бла, во сколько она пришла, во сколько ушла. И цифры разные, и речь разная. Короче. И я не успеваю, потому что реально голосовой этот диалог, он очень быстрый, очень быстрый и непонятный. И она вызывает меня, учительница, и говорит, типа, отвечай. Я все, что смогла сказать, это ее профессию, и во сколько она ушла. Все, дальше я не успела, потому что, ну, извини, давай послушаем диалог несколько раз, тогда я тебе смогу ответить, записать правильно. Но то, как я не успела, потому что реально немецкий язык, когда в диалоге именно этот голосовой, он очень быстро звучит. И тихо, во-первых, у нее колонка тихая, я не знаю, на чем она включала. Но было очень тихо, непонятно. Я не могла разобраться, и я не смогла. Я не смогла. Я ответила только два правильных ответа, и все. А все остальное я не смогла. Ну, как бы, извините. Типа, дайте человеку время, дайте послушать еще раз диалог. О чем идет речь? Тем более, это не какая-то там, знаете, если учитель там будет стоять, хотя бы говорить по словам, хотя бы чуть-чуть разжеванно. А это быстрый диалог. Как бы я могла записать? Ты только включила первый диалог, все. Послушали, хватит на этом. Давайте отвечать. Так самое главное, это была я. Меня реально это бесит очень сильно, потому что я не понимаю, почему самые сложные вопросы попадаются нам именно с Аней. А самые простые, это как, например, прочитайте диалог, это попадается тем людям, которые уже знают немецкий язык. Я не знаю почему. Или, допустим, простые задания, которые мы можем с Аней сделать. Или когда учится новая тема, она спрашивает почему-то нас сначала. Делайте задания с новой темой, ну типа, блин, извините. Когда даже ребята в классе не знают ответа, что мы можем сказать. Ой, это долго, ребята, короче. Такой денек. Сейчас Аня готовит ужин легкий. Сегодня будет у нас чисто салатик. И все. А, ну и филешку, да. И филешку, да, я забыла совсем. Что еще я хотела сказать? Ты рассказала, как она... При этот, Господи... Что, что, что? Задание было. В нем где-то 10 предложений. У тебя попалось шестое предложение. А, нет. И до тебя 6 человек отвечало. Нет, нет, не рассказала. Тут она резко решает, чтобы ты поменяла предложение как-то словами. Да, до этого было еще одно задание. Это вчера же было, да? Да. Да, вчера же было еще одно задание. Опять, я самая везучая. И она сказала, так, давайте задание будем отвечать. Правильно сквозь речь. Все, все сделали. Да, большинство сделали правильно. Я в том числе сделала правильную эту речь. Она сказала, я... Как это она постоянно говорит? Типа, правильно, как-то я уже забыла это слово. Как-то она говорит... Или как это? Я уже забыла, короче, ребята, не важно. Ну, короче, правильно я это сказала слово. Точнее, речь. И все. И потом резко она на мне говорит, так, давай эту речь переделывай. Блин, ну как я могу переделывать? Типа, поменяй слова и замени другим словом. Ммм, как я... Никого она не спросила. Шесть человек просто ответьте. Правильно мне, но именно на мне давай меняй предложение. Я говорю, я не понимаю. И я молчу. До этого, значит, все было хорошо. Я ответила, она мне сказала, good. Типа, all is good. А потом она решила, чтобы я меняла это предложение, вставляла слово, бла-бла-бла. Конечно же, я не сказала, я думала только, во-первых, изначально задание было написано. То-то так-то. Склалось правильное предложение. Я сделала. Все, отстань. Почему ты решила именно ко мне докопаться? Я уж, короче, сижу, молчу. Глаза опустила. И она на весь класс. Настя, Настя. Потом что она говорила, я уже забыла. Ну, с таким, типа, докопаться. Как она сказала? Вот я уже забыла. Короче, с таким она говорила постоянно. Потом она переключается на Аню, говорит, типа, помоги Насте, чтобы она что-то сказала, потому что я хочу с ней заговорить, поговорить. Ну, типа, извини, что я могу сказать? Я ничего не могу сказать. Ты резко на мне остановила это все предложение, чтобы я меняла. Что я должна была делать? Как специально, реально. Так я потом вышла, типа, она еще что-то с собой там что-то говорила, не знаю. Не будем говорить. Не будем. Может быть, когда-то потом выскажем это все. Реально, есть еще один нюанс, но это уже, наверное, потом мы вам расскажем, который реально... Это страшно, ребята. Она реально ко мне докопалась, типа, но я никак не смогла сделать это предложение. Так сам прикол. И ребята, весь класс не смог. Молчали. Молчали обычно всегда ребята, когда мы там не знаем или кто-то не понимает, они всегда подсказывают. А в этот раз никто не понял, даже у нас в классе, типа, девочка с другой переговорила, говорит, я не поняла, что это было, что она хотела. Реально. Но никто не мог понять. Короче, мы все в шоке. И я не понимаю, что делать дальше. Потому что она реально минут 5-10 доставала после того, как я молчала, постоянно Насте что-то говорила на немецком. Конечно же, я немножко поняла, немножко нет. Но мы, наверное, расскажем-то чуть позже, что было. Это в следующем видео там. Я думаю, когда-то расскажем. Более глобально. Но это реально. И теперь я задумалась над всем, что делать дальше. Так что приходится, ребята, теперь вообще изучать немецкий конкретно. Она, видимо, знаете, как специально так делает, что давайте, либо вы уходите, либо давайте вы учите. Но мне кажется, она делает специально, чтобы мы учили. Поэтому так еще. Ну, я скажу так. Неправильно она делает. Неправильно. Но это в следующем видео. И как-то так. Не проходит. У нас, ребята, что у нас? У нас, правильно, питание. Мы сейчас диету подключили. Да, еще раз хочу повторить. У нас теперь тренижер. У нас теперь упражнения мы делаем. Днем и вечером. Теперь у нас еще поход вечером сейчас будет. В быстром режиме. Быстрая ходьба будет. Да, и хотела еще раз выразиться к тем, кто пишет. Ха-ха-ха, 20 минут. Вы что такое говорите? Это что такое вообще эти 20 минут? Да, хотела видеть этого человека, который это пишет. Или вообще там что-то думает. Вы хотите сказать, вы после работы приходите, идете на прогулку, быстрым пешим ходом, 2 километра хоть куда-то ходите. Или вы ходите в магазин, и вы считаете, что это 20 минут и обратно, и потом чипсиками и чем-то закусить. Не надо писать. Просто меня реально выводит. Потому что, чтобы как-то сказать, девочки молодцы, как это говорят, адекватные люди. Да. Адекватный человек просто поддержит. Или вообще, даже если это не нормальный, не то, что не нормальный. Да, обычный человек, даже если считает такое мнение, которое кто-то там пишет, то он промолчит. Но писать такое, типа, да хотела бы я видеть вас. Я вас не вижу почему-то. Почему-то у вас фотографий нет. Какие вы там все худышечки. Вот прям, не знаю. Реально раздражает. Ребята, не пишите. Тем более мы вам уточнили. Это начало. В дальнейшем у нас будет по времени меняться. Мы это говорили. Сейчас 20, потом 30, потом час, потом бег. Не надо писать бред. А насчет тренажерного зала, так вот, что я вам скажу. В нашем городе только контракт нужно. Я ночью сидела вот на выходных днях, искала с Аней тренажерные залы. Также знакомые наши говорили на днях, что реально здесь залы надо подписывать контракт ежегодно. Ну, не контракт, ну, так называется контракт ежегодно. И сумма, извините, немаленькая. Платить 700-800 ойро, извините, так я не знаю. Даже, допустим, с тренером. Что в итоге за этот год произойдет. Да и вообще, похудею, не похудею. Может, у меня планы меняются. Мне надо ежемесячно. Нет, дай бог, что может еще найду какой-то тренажерный зал надо поискать. Потому что те, которые мы искали, они реально там надо за год платить. Да, в то же время много интернета мало грузить. Да, и поэтому, ребята, реально не пишите то, чего вы не знаете. Вы вот как будто с нами живете и вот рассказываете, как будто, не знаю, какая-то бабуля с нами живет в соседнем подъезде. Вот это что-то придумывает, рассказывает. Не надо писать радость. Действительно за нас рад и поддерживает. Всем большое спасибо. Да, всем большое спасибо реально за поддержку. Также хотела сказать еще раз спасибо большое Кевину. Кто, как он, единственный русскоговорящий человек, который помогает нам разобраться с немецким языком, с заданиями, домашними заданиями. Если бы не он, я бы не знаю, что мы делали в описании. Так что, Кевин, спасибо тебе большое. И лайк поставьте язык именно нам на видео. Так что, такие дела, ребята. Пишите комментарии, как ваш день, чем вы занимаетесь, как вы проводите эту неделю и вообще, чем вы занимаетесь. Все, любим, целуем. Всем пока. До скорых встреч. Пока.